Бисмилляхи урахмаму рахиму, саляту и саламу аля набина, мухаммаде и аля алихи и сахабе и аджмаин. Уважаемые братья и сестры, вот-вот уже приближается наш долгожданный месяц Рамадан. В контексте этого хотелось бы напомнить один хадис. Удивительный хадис. Каждый раз, когда ты его читаешь, когда ты открываешь его, мурашки по телу пробегаются. Хотелось бы, чтобы мы его прослушали с вами, прочувствовали сейчас своими сердцами. Пророк Мухаммад, салалаллаху алейхи и ассаляму, сказал, Бисайми фархатан, фархатун инда фитрих, во фархатун инда лика и рабби. Субханаллах, удивительный хадис. Постящегося человека, для него две радости. Первая радость, это когда он разговорляется. Представляется, целый день человек постился, не кушал, не пил. Что его это? Поставлял. Ничего, кроме как довольствие Всевышнего Аллаха. Ничего, кроме как любовь по отношению к Аллаху, он проявлял терпение. Ничего, кроме как богобоязненность. То есть, он целый день постился ради Аллаху, и вот тут уже пять минут до Адзана, Магреб. И он чувствует, когда берет финик и воду, чувствует некую радость в своей душе, когда разговаривается вместе с разговаривающимся. Нет, это не та радость, что сейчас я наемся, во время поста не хочется кушаться, желудок сужается. То, кто постится, знает, что кушать не хочется, не хочется. Однако, некая другая радость его ждет. И он чувствует каждый день поста, во время разговаривания, он чувствует в своем сердце эту радость. А вторая еще более, еще более радостная, это когда он встретится со своим Господом. Когда он встретится с Аллахом, и будет радоваться своим постом. Представляете, встречу с Аллахом, и будет радоваться своим постом. Один пост на пути Аллаха, ради Аллаха, отдаляет человека от наказания ада на 70 лет. И он будет радоваться в судный день, когда встретится с Аллахом, и Аллах прочувствует его, и увидит его. И он даст Аллаху, и покажет, что, о Аллах, я не постился, ни ради чего-то, кроме как ради твое удовольствие. Какой будет ответ от Аллаха? Заходите в рай, сегодня нету страха, сегодня нету печали. Какой будет ответ от Аллаха? Пророк Мухаммад сказал, В раю есть дверь, которая называется райян. Из нее зайдут постящиеся в судный день. И никто больше, помимо постящихся, не зайдет. И Аллах расскажет, Где постящиеся? И они встанут и заведут отдельно через эту дверь в райян. Человеку нужно чуть-чуть в этой жизни протерпеть. Человеку нужно проявить терпение, Ради удовольствия Аллаху. Я прошу Всевышного Аллаха. Доведи до нас Рамадан, дай нам дожить до этого месяца Рамадан, дай нам возможно пропустить.